Клинический психолог Мария Киселёва с нами на прямой связи. Что сегодня означает нравственность? Вот восприятие этого понятия, оно сугубо индивидуально и, наверное, меняется в зависимости от времени, от того, что диктует нам сегодняшний день. Сегодня это всё-таки соблюдение каких-то социальных норм или это поступать по совести, я не знаю, всегда говорить правду, например, или что-то ещё. Если делать такие различия между такими понятиями, как мораль и нравственность, то мораль — это всё-таки внешний контроль, внешние такие правила, а нравственность — это то, что уже человек принимает и то, что становится его внутренним ограничителем. А если переходить в психическую жизнь, то то, что вы и назвали, — это, можно сказать, и совесть или ценности, на которые человек опирается. И независимо от времени эти ценности существуют. Если человек идёт вопреки своим ценностям, то, соответственно, он испытывает муки совести. То есть это такое сочетание, наверное, нравственности в психическом смысле. То есть изначально закладываются ценности. Есть такой внутренний наблюдающий, который смотрит, насколько человек этим ценностям привержен, насколько он им верит, насколько он соответствует. И когда, в общем-то, происходит какая-то, может быть, осечка, то включается совесть в виде чувства вины, в виде желания исправить ошибку, в виде вот таких душевных страданий. И, в общем-то, такой вот психический процесс, как чувство вины, когда человек испытывает чувство вины, приводит к тому, что в будущем, а это мучительное чувство, в будущем человек пытается, в общем-то, избегать совершения таких ошибок. Чем отличается вот такая внутренняя структура, которая, конечно, более надежная для того, чтобы не совершать плохих каких-то поступков от системы, когда внутри вот этого нравственного внутреннего закона нет, или он противоречит социальным нормам и морали, там только может быть страх внешнего наказания в виде, ну, какого-то, я не знаю, там, уголовного дела или физической какой-то расправы. И получается, что внутренний человек не может себя вот так вот контролировать. Ну, вот нужен такой внешний контроль. И, конечно, с такими людьми значительно сложнее в обществе взаимодействовать, потому что есть желание, возможно, использовать вот такую чуткую совесть большинства, к счастью, с тем, чтобы добиваться какими-нибудь манипулятивными, там, преступными, ну, различными антисоциальными способами своих целей. Ну, потому что внутри, опять же, заложены ценности не совсем социально приемлемые. А вот эти ценности, они закладываются, ну, они неосознанно формируются, да, в каком-то совсем раннем возрасте, или на это можно как-то повлиять уже в осознанном возрасте путем каких-то логических доводов? Ну, вот давайте проследим действительно этот путь. Действительно, изначально рождается малыш, который, конечно, никакого внутреннего закона, морального, нравственного, совестливого не имеет. Он движим таким инстинктом потребления, или желанием просто удовлетворить быстро свои способности, потребности. И действительно, ну, до какого-то этапа это вполне себе нормальная, естественная потребность от малыша, потому что без взрослого, без удовлетворения этих потребностей достаточно ограниченное количество времени, ну, это его способ выжить. И он всячески привлекает внимание плачем, криком к себе взрослым. Дальше, когда малыш понимает, что я там, мне плохо, это идет скорее не из внешнего мира, а от внутренних ощущений, ну, голод испытывает, холод, там, неприятные ощущения, там, от пеленок, там, и так далее. Он понимает, что есть человек, который может это решить. И этот человек весь мир для него, да, до какого-то возраста. И этот человек появляется, он помогает, и, конечно, сформируется вот такая связь, которая называется привязанность, которая называется доверие базовое к этому миру внешнему, к человеку, который решает все проблемы. Опять же, как по каких-то пока моральных, в делах здесь не идет никакой речи. А потом малыш уже взрослеет, конечно, начинает в социум общество вливаться, начинает взаимодействовать более, больше не только с одним там ухаживающим лицом, там, с другими людьми. Ему уже выставляют правила, да, это уже от года до трех, что нужно там ходить на горшок, что нужно кушать ложкой желательно, что вот давай вместе уберем игрушки, и давай там ляжем спать, что вот это лучше не делать. И так как малыш понимает, что он зависим, а на самом деле он зависим скорее от любви и принятия вот этого близкого человека, он начинает эти правила усваивать. И до трех лет эти правила, конечно, внешние, но если есть любовь и привязанность к этому ухаживающему лицу, постепенно эти правила, мы называем это, интерроризируются, ну, либо становятся внутренним законом уже, и вот потихонечку с трех лет внутри начинает формироваться вот это наше слово «совесть». Совесть, когда, если ты что-то сделал плохо, у тебя болит не потому, что ты боишься наказания, а потому, что тебе самому неловко. Что происходит с людьми, у которых, к сожалению, не было вот этого любви, полного принятия, доверия, им терять, как говорится, нечего. Они становятся, ну, вот я так называю, приспособленцами. То есть им нужно не опираться, там, они не боятся потерять любовь, ну, не было этой любви. Они не боятся потерять какое-то доверие, там, или что-то, ну, потому что терять нечего. И они скорее становятся приспособленцами, потому что выживать-то надо, выживальщиками еще, можно сказать, и вот такими манипуляторами. И если, ну, хорошо, сейчас, наверное, не очень этично, это из практики проводить примеры, но, к сожалению, они внутреннего закона не формируются, они, ну, как вот где-то схожи, может быть, с животным миром, когда скорее боятся, что сейчас там ударят, ну, не знаю, там, кто это, собака там или какое-то другое животное, если ты что-то сделаешь неправильно. Но это не внутренняя структура. И вот эти люди, они, как раз, боятся уже наказания. Поэтому, чтобы моральный закон, в принципе, сформировался как, скажем, такая внутренняя структура совесть, дальше мы про ценности поговорим. Нужно вот сначала испытать предпринятие, безусловную любовь, понимание, что о тебе заботиться. Потом, ну, такой страх это все потерять и понимание, что если ты хочешь оставаться в обществе, там, прежде всего, близких людей, своей семьи, потом обществах более, там, друзей, не знаю, школы, страны, то ты начинаешь подчиняться правилами, но не потому что боишься, что тебя там в тюрьму пасать, если ты там нарушишь, а потому что, ну, это уже твой закон внутри тебя. А ценности, конечно, вот и на эту всю структуру теперь уже ложатся, как, знаете, основа пирамидки, да, у него есть основание, есть вот такой штыречек, вот. И считайте, что ценности – это то, что мы надеваем вот на этот штыречек. Если его нет, то, в общем-то, и одевать не на что. Но даже если мы его сформировали, дальше мы формируем вот эти нравственные ценности, моральные, неважно какие, то, что в нашей семье, в нашем ближайшем окружении считается хорошим и правильным. И это, безусловно, то, что первое, прежде всего, ребенок видит, наблюдает, в чем он участвует. Второе, конечно, это то, что ему говорят правила, хорошо бы, если бы они совпадали с тем, что он видит и в чем он участвует. Третье, то, что мы читаем сказки, тоже хорошо бы, чтобы все это совпадало уже в тройном таком коктейле, скажем так, целительном. Дальше там фильмы, опыт, опыт, конечно же. Вот оно все потом превращается вот в эти разноцветные колечки наших ценностей. И они все формируются, если мы понимаем, что сама структура может сформироваться годам к трем, к четырем, то вот же эти колечки, они там к школе, ну, к подростковому возрасту у нас имеются. В подростковом возрасте мы как будто берем эту пирамидку, разбираем, вот совсем разбираем, но если есть структура, структура осталась, вот эта основа. Дальше уже подросток, он начинает, конечно же, проверять на стойкость вот эти все ценности, опять же, через что? Через наблюдение, как ведут себя близкие, не только близкие, там, может быть, учителя, люди значимые, скажем так. Опять же, что он видит в социальной более широкой среде? Через опровержение, через несоблюдение, а если я иначе поступлю, что будет? Конечно. Вот, и уже вот мы имеем как бы как юношескому возрасту какую-то уже такую более структуру, может быть, актуальную для взрослого человека. Но и дальше, опять же, если эта структура есть, наш личный опыт, позитивный или негативный, ну, постоянно эти колечки, так сказать, переставляет, может быть, добавляет новое, но главное, чтобы структура была, потому что если ее нет, то человек, к сожалению, относится к социопатической такой личности, и у него основная ценность просто, ну, такое физическое выживание, оно может выглядеть в виде роскошной жизни, но по факту человек постоянно, ну, как бы цепляется вот за выживание, и никакие там законы, вот эти моральные, нравственные, как хотите их называйте, внутренние, они не работают. Там просто я против всех, мир джунглей, урвать, забрать, сманипулировать и получить. Вот, поэтому наша задача сформировать основу, показать пример, чтобы колечки сложились, потом сделать иерархию этих колечек, что называется, иерархия ценностей наших. Она, конечно, тоже неустойчивая такая структура, что я там в три года решил, что надо быть добрым, хорошим, не знаю, там, ну и так далее. Все это меняется, и размеры этих колечек, ну, как бы в таком волшебной палочке тоже могут изменяться. Но смысл в этом. Дальше, естественно, огромное влияние оказывает на формирование этих ценностей широкая такая социальная среда. Понятно, что родители, близкое окружение несут ценности эти из более широкой среды в маленькую микросреду семейную. И в каждом обществе, в каждое время историческое, действительно, ценности разные. Это не значит, что это плохо, и что вот нужно как бы закрепить какие-то там, не знаю, заповеди, или то, что там было, до нашей эры в язычестве, и вот за них держаться и жить. Потому что мы понимаем, что наша задача действительно продолжать наш род, быть нашему потомству конкурентно способными. В хорошем смысле слова, да, я не имею в виду какую-то там коммерческую подоплеку, а вот всеми качествами, сильными такими быть людьми. Для этого нужно адаптироваться. и поэтому держаться за ценности, которые, может быть, были там тысячи лет назад, если сейчас они пойдут в Корее, ну, не сыграет в какой-то плюс. Ну, может быть, сейчас это тоже не так актуально. Но никто не знает, ну, в общем-то, насколько это все правильно, неправильно, потому что, ну, кому-то нужно оставаться более консервативными, чтобы был баланс, кому-то более прогрессивными, чтобы двигать вперед. Ну, повторюсь, главное, чтобы была структура и было то, на что человек ориентируется, что такое наши ценности, нравственность, совесть. Это то, на что мы опираемся, делая выбор. Чаще всего сложной ситуации. Мы выбор делаем каждый день, много раз, но бывает сложной ситуации, и именно здесь всплывают, или наоборот, мы опираемся вот на эти ценности, которые в нас вот этой пирамидкой сложены. Мария Георгиевна, а может здесь быть расхождение между знанием о ценностях и эмоционального состояния, то есть нет какой-то у нас потребности, не знаю, помогать кому-то, ну, видимо, бабушка идет с тяжелой сумкой, и, в принципе, мы понимаем, что хороший человек, у которого есть вот эта структура и система, он возьмет эти тяжелые сумки, проводит до дома, но нам не хочется, мы устали, мы, не знаю, ноги промоклись, спешим домой, там еще ужин готовить, ну, еще что угодно можно сверху добавить, и вот когда возникает вот это расхождение между того, что я знаю, как правильно поступить, но нет никакого произволения так поступать, никакого импульса, вот с этим, как быть, это означает, что все-таки эта система, она не усвоена, она не устоявшаяся? Да нет, это означает, что, конечно, есть моменты, когда человек может пренебречь всеми своими более примитивными потребностями, как вы говорите, например, в теплых, в сухих ногах, там, во сне, в каком-то нормальным физическим состоянием, и пирамиду Маслова, несмотря на то, что она иностранная, не забываем, вот, и все равно закон говорит о том, что сначала удовлетворяются базовые потребности, вот, они чаще, ну, не чаще, они физиологические, там, примитивно-социальные, а потом уже все остальное, но то, что вы описали же, о чем говорит, что потом такой человек, вот вы же такой пример привели, скорее всего, придет домой, и вот совесть-то его замучит, и он скажет, боже, ну, я же мог это помочь, там, отнести, и в следующий раз, скорее всего, если такая рефлексия, такое обдумывание произошло, возможен уже другой исход, человек не может быть постоянно, ну, идеальным даже по отношению к себе, я бы сказала, что это тоже такой, ну, тоже, если такой человек есть, ну, наверное, я бы хотела с ним побеседовать, вот, поэтому просто всегда есть борьба вот, приоритетов, и, возможно, не нужно, если вы истощены, пытаться догнать бабушку, и отобрать у нее сумки, и нести их, потому что потом вы будете раздраженным, а бабушка вам еще что-то скажет, то есть, ну, вот, все немножечко сложнее, вот, чем какая-то, да, примитивная история, но если у нас постоянно получается, что мы хотим и понимаем, но не получается, я думаю, что во многом идет, либо это не ваша ценность глубинная, а чаще всего просто, ну, идет какое-то истощение психическое, душевное, ну, немножко на более низком уровне. Я вспоминаю себя в годы пионерии, когда сказали, что примут в пионеры, мы все смотрели про Тимура и его команду, ну, я думаю, что мы с подружкой бабушек замучили, конечно, понимаете, с переносом сумок и переводом их через дорогу, потому что, ну, вот такая была история, сейчас я это вспоминаю, но это тоже было уже как-то, ну, если честно, ну, вот, это было настолько от души, но все-таки немножко неадекватно уже, понимаете, как бы ситуации, то есть, ну, ну, это потому, что дети, вот мы воспринимаем это буквально, конечно, взрослый человек должен воспринимать это символически, то есть, возможно, нужно не бабушке на улице помочь, а, может быть, своему ближнему, там, ребенку, тете, там, племяннику, там, мы смещаем, может быть, там, какого-то, там, да, незнакомого человека, который вообще идет, идет, и, конечно, иногда это трогательно, ни в коем случае никого не отговариваю от помощи, я знаю, что дети, кстати, очень любят помогать, ну, а социальным личностям, вот, подростки, да, мы опять же говорим, вот, как ценности воспитываются, они никак не изменились, я смотрю, ну, естественно, не на девятных, может, каких-то ребят, которые всегда есть, хотя они тоже, бывает, проявляют такое милосердие, скорее, понимая очень глубоко в душе, как страшно страдать, то есть, они иногда могут быть милосердными, когда есть ресурс помочь, простые ребята, они, вот, прям приходят, вы представляете, там сидела вот женщина, что-то, она там какая-то была не в себе, мы вызвали скорую, да, не так же, как я этих бабушек искала, ищут сейчас, какие-то вот проблемы у других людей, чтобы тоже реализоваться и быть, может быть, в какой-то сильной позиции, то есть, не такое это, да, какое-то линейное, простое мероприятие, но, повторюсь, главное, чтобы была вот эта структура, дальше уже можно работать, вы говорите, можно ли во взрослом возрасте изменить, ну, к сожалению, да, причем в ту или иную, к сожалению, потому что в ту или иную сторону, потому что в ту или иную сторону, потому что большинство, конечно, людей, к счастью, воспитывается в традиционных ценностях, верование, я бы так сказала, что добро побеждает зло, что мир как-то вот так вот, вот если ты все молодец, ну, более-менее там, да, на 51%, хотя бы на 51%, а то многие хотят и на 90, и на 100, что все будет так, как ты хочешь, ну, и, к сожалению, многие вот как раз ценности с возрастом теряют, теряют, когда они перестают верить в отдачу от своих, например, добрых поступков, и наоборот, может быть. это означает, да, что есть и те, кто наоборот приобретают эти ценности и приобретают веру.